Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, раздел Бешалах. Тот же самый раздел мы читали с вами 28 лет назад, в этот же день, во время войны в Персидском заливе. В те дни Саддам Хусейн обстреливал Израиль скадами, каждый день падали скады, каждый день взрывались автобусы. Здесь все это уже было. Поэтому давайте к Торе вернемся. И пошли сыны Израиля, внутри моря при рассечении моря, по суше написано, а воды были стеной справа и слева. Давайте сначала представим ситуацию. Сырая ночь, дорога скользкая, мчится человек, скользко, что-то не так сделал, бросает машину, выскакивает, я знаю, и обрушился в пропасть. Казалось, все, рука ухватила за куст, еле нечеловеческим усилием держится, тишина. Внизу 200 метров там обрыв какой-то. Ну, что делать? Он висит в последних сил. Вообще, атеист человек, ну, так все понимает сейчас. Кто-нибудь, помогите мне. В это время голос сверху. Да, я Бог, я тебя сейчас спасу, отпусти ветку. Тот задумался, говорит, а еще кто-нибудь есть там наверху? Это старая майца такая. Она к нашему уроку. Вот еврейский народ ведет смертельный бой в этом. В этой недельной главе. И история повторяется. Кто сейчас считает, что что-то невероятное происходит, то же самое было. Было это один раз, второй раз, третий раз. Когда евреи вернулись в Эрдс-Израиль, в каждой арабской столице кричали, сбросим в море. Сейчас опять, только тебе не в красное, а Средиземное. И написали наши мудрецы, и мудрецы Кабалы, что конечное спасение будет клон, близнец вот этого спасения первого, когда выходили из египетского арабства. Написано, я спас их в последний раз, как в первый. И вот в этом вот рассказе эпическом о том, как могучая египетская армия настигает рабов, бежать некуда, сопротивляться бесполезно. Фараоны хотели убить всех. Разница в том, что египтяне пытались это убить физически, там, мечами, бронетанками, своими силами. А нынешние враги по-разному. Кто с мечом, кто политические маневры, кто рассказывает там о создании палестинского государства. Написали мудрецы, Тора это истина, запечатанная во времени. В ней уроки для всех поколений. И вот теперь наш черед настал. В последнем разделе Тора подсказывает нам, как надо отвечать любому народу, который пытается загнать море. Написано, что и пошли сыны Израиля внутри моря по суше, а воды стояли стеной. Сказано, что погрузились в морскую стихию, идя по суше. Как это так? Веленский Гаон объясняет, что когда подошли к Красному морю, море стояло, оно не раступалось. Египтяне уже подошли, волны, ну все. И вот тут нашелся смельчак, мы знаем из истории, да, Нахшон сына Минадава, лидер колена Иуды. И он пошел в воду, и когда дошло, ему уже до губ выброса, и у моря разошлось. И написано, что вот этот первый стих относится к Нахшонову. Именно для него море стало сушей, а другие уже шли по суше, созданные его верой, его упованием. Итак, к чему мы пришли? Рецепт, которым надо придерживаться, очень простой. Надо целиком положиться на того, кто сохранил нас до этого дня, и тогда, наверное, имеет силы хранить и дальше. Нечего в этом заниматься. Ведь там наверху нет никого, кроме Него. И вот это понимание, нет-нет никого, кроме Бога одного, оно и дает веру, потому что все остальное не работает. Написано, что когда на нас поднимется очередной аман, это еще написал Раби Вассерман, нас следует понимать следующим образом, что этот аман – ничто иное, как палка, брошенная в нас к небу. Каждый раз, когда мы видим, что какие-то неприятности в нашей жизни, что-то к нам не дает, это наше деяние. Эта палка пытается нас привести в чувство, или за то, что мы уже сделали, или за то, что собираемся сделать. Поэтому верить в себя, не видеть препятствий, идти вперед и знать, что наверху есть хозяин мира, и он с ними разберется. Браховая слуха. Браховая слуха. Браховая слуха. Браховая слуха. Браховая слуха. Браховая слуха. Браховая слуха.